Девушки отдыхают Девушки отдыхают Элитный мир Так все это шоу, полигон для вашего эксперимента, игрока. Он прототип нового поколения, способный учиться и стать сверхсолдатом. Но для этого ему нужен был каждый из вас. Почему мы, Прот? Что в нас такого особенного? Потому что мы все могли его чему-то научить. Именно. Каждый из вас был выбран за ваш уникальный дар. Лидерство. Интеллект. Решительность. Выживание и сноровка. Дружба. Преданность. По отдельности вы слабы и ничтожны. Но вместе ваши навыки могут создать армию за гранью воображения. То есть вы можете скопировать изученное игроком и передать другим. Как показал Ашер, нельзя просто создать совершенное оружие. Доктор Сунг верил, что надо изучать бой из первых рук, чтобы овладеть им. Я же верю просто в силу. Он работал слишком медленно. Русская компания соревнуется с нами за военный контракт, касающийся технологии суперсолдата. Вулф, ты мог искать способ вылечить себя, а вместо этого ты создал оружие? Ты угробил годы, которые мог потратить на свое спасение. Я сделаю мир лучше. Или, по крайней мере, лучше для меня. Слишком поздно, старик. Ты проиграл. Меня всего лишь немного задержали. Мы покажем миру, насколько мощной может быть эта армия. Но сначала наши данные. Где игрок? Только через наши трупы. Все наши навыки против твоей армии, продюсер. Да будет так. У вас есть час, чтобы передумать. Прощайте. Кажется, нам пора за работу. Чувак, вот бы ты сейчас меня слышал. Было бы хорошо, будь ты с нами в этом бою, братан. Если все пойдет к чертям, хочу, чтобы ты знал, что я вступился за тебя. Без гейства. Выпусти меня. Что за... Ни хрена себе! Игрок, я чуть не обоссался! Как ты перезапустился? Да, наверное, Лерой с Ахматом построили ее, чтобы изучать киборгов. Знаешь, там снаружи штук 50 таких, как ты. И к чему призывают? Я с удовольствием, братан, но вести не разрешают. Они все считают тебя опасным. Домой? Ты о чем, чувак? Ты имеешь в виду Лунион? Хочешь вернуться? Черт, бери, нам нужна помощь с подготовкой. Так точно, Вести. Я вернусь позже, игрок. Постарайся не чокнуться, пока меня нет. Компьютер, снаружи ничего подозрительного не происходит. Похоже, что боты ждут команды. Когда они нападут, вам парни полный пи***. Эммм, спасибо. Солдат, вот ты где. Самое время обсудить стратегию. Хорошо, иду. Погоди, я заметил, что у тебя нет оружия, Лерой. Я целый день потратил на побег из комнаты смерти. Не хотел нести лишнее. Да и не думаю, что смог бы взять что-нибудь оттуда с собой. А как же Фама с Ахмада? Теперь он его. Я не смог заставить себя из него стрелять. Я буду в порядке. Ну, тогда возьми это. Ого, спасибо, Вестхаймер. Ты не обязан был это делать? Мне давно следовало это сделать. Ты заслужил, сынок. А теперь пошли вниз. Полагаю, что все мы хотим остаться и сражаться. Но если у вас есть какие-то сомнения, можете смело уходить. Не волнуйся, Вестик. Никто из нас не нахлёт тебя, как Элис и Монтрулс. Или Ахмат. Я прав? Что, не смешно? Заткнись, женщина. Моя команда вернётся. Они нас не бросили. Вне зависимости от того, так это или нет, перевес далеко не на нашей стороне. Как только боты окружат дом, сражение быстро превратится в боль. Это всё оружие, что у нас осталось. Единственное оружие, которое нужно Кортезу, это его мозг и брутальность. Ну и, возможно, дробовик для ближнего боя. Выглядит немного обещающе, но, по крайней мере, у нас есть гранаты. Они всегда хороши против мобов. Я ни хуя не понял из того, что сказал Задрот, но вы, парни, кое-что забываете. У нас есть игрок. Знаешь, я думал, ты прикалываешься, но ты правда всех бросишь, да? Слушай, мне жаль, что у тебя из-за этого вагина пылиться. Мне правда жаль, но это конец. Вапминус для меня. Помнишь то время, когда ты рассказывал мне историю о своих кузинах в сарае, и как ты запер их там в тот знойный летний день? Да? А что? Я хотел сказать раньше, но думаю, и сейчас сойдёт. Ты придур. Может, даже худший из всех. Ну, и ты иди нахуй, дружи. Ты так и недорассказал эту историю, верно? Ты вернулся и выпустил их. Увидимся, Элис. Когда игрока запустили, он получил доступ к новой информации, спрятанной в ядре. Интересно. Мы не можем доверять роботу, даже если он знает, как вернуться в нуд. Гиборг, чувак, если он какой-то супер-брутальный, то ясен перец, я хочу, чтобы он дрался за нас, а не был за это. Я думаю, что ты позволяешь чувствам затуманить разум, сынок. Ничего подобного. Игрок сказал, что есть путь Нунион, о котором никто не знает. Нам не нужно оставаться тут. Мы можем пойти туда и надавать продюсеру по жопе. Категорическое нет. Неизвестно, сколько ещё его армии там. Это самоубийство. Так лучше остаться здесь, где мы как на ладони? Вэсхаймер прав. Послушай, Чет, даже если игрок поправится, неизвестно, как он отреагирует. К тому же его программа наверняка говорит ему вернуться в Нунион, чтобы они могли воспользоваться его данными. Ты отдашь его врагу. Но это не обсуждается, Чет. Он ставит под угрозу нашей жизни. Да ладно, пофиг. Наше время уходит. Мы должны закончить подготовку. За работу! Кортес, я должен спросить. Я удивлён, что ты не поддержал идею Чета идти в Нунион. Я думал, что ты схватишься за любой шанс лично встретиться с продюсером. Дело в этих юнцах, которые столько мы научились. Мы можем не дотянуть до конца боя, который начали, но обязаны проследить, чтобы им хватило на это жизнь. Мы и так уже многих потеряли. Полагаю, что это самая веская причина из всех. И будь я проклят, если какой-то робота убьёт тебя раньше, чем это сделаю я. А где носит Чета? Атака начнётся с минуты на минуту. Ладно, братан. Я сделаю так, чтобы ты смог пройти. Но я приказываю тебе никого не убивать. Просто подними руку и скажи. Я клянусь, что никого не убью. А как мы вообще попадём в комнату смерти? А когда окажемся там, как мы найдём Нунион? Это место как лабиринт. У Лероя ушли месяцы на изучение. Ладно, была не была. Что это ты делаешь, солдат? Чпакуга, братан. Ты бы лидер и всё такое, но здесь я должен довериться на труп. Игрок может покончить с этим. Я знаю, что может. Фастхаймер, где ты, парни? У нас заканчивается время. Уже иду. А чья? Он не придёт. Они с игроком сбежали. Что? Объясню позже. Чувак. Мы сделаем всё, что сможем, чтобы отвлечь его внимание на нас. Задай им жару, солдат. Постарайся вернуться целым. Оба постарайтесь. Вас понял. Мы готовы? Готовы, как никогда. Что бы ни случилось, давайте придерживаться плана. Господа, вы не пересмотрели своё решение? Си, мы пересмотрели и пришли к выводу, что ты труп, продюсер. Как очаровательный. Ещё, сэр, я хочу воспользоваться последней рукой помощи. Вот как. И какой же будет твоя последняя просьба? У***и себя сам. Это было очень круто. А чёрт, что это? ОМГ! Все поистам! Вот и всё, народ. Похоже, что ситуация накаляется, братан. Что мы тут делаем? С помощью этой коробочки? Ты уверен, что у тебя шарики за роликами заехали? Офигенно! Извиняюсь за задержку, мальчики. Похоже, к нам пришли гости. И вот я здесь, в своих старых ботинках. Опоздал с понтом, как всегда. Где Элис? Пускай катится в свою великую, неизведанную синеву. Где ты? Нам нужна любая доступная помощь. Прикрываю задний двор. Раздаю хэдшоты. Бог ты мой. В чём дело, Монтролс? Ты снова ноготь сломал? Кажется, к вам сейчас зайдёт новый посетитель. Я говорю не о Хахмабодан. Что? Скучали, суки? Ахмат? Моё старое бедное сердце не выдержит больше таких поворотов событий. Боже мой. Кажется, я только что блеванул в маску. Теперь неделю будет водкой вонять. Где мы? А это что за мудаки? За свободу! Ахмат, ты вернулся. Какого дьявола тут происходит? Я был в ловушке между этим миром и комнатой смерти. Это было так круто! Как это возможно? Когда я взломал комнату смерти, что-то глюкануло, когда умер Ахмат. Да! Ашер нанёс удар из-под тишка только потому, что я надрал его зад. Так тупо! Но если ты застрял из-за моих действий, то как ты вернулся? И почему сейчас? Чет с игроком только что ушли в комнату смерти. Они открыли Ахмаду путь назад. Какая разница? Я просто хочу быть частью этой эпичной битвы. Где моя винтовка? У Кортеза. Кортез, тебе там помощь нужна? Я не боюсь, что я уходу твоей лавры. Можешь попробовать, но Кортез никогда не проигрывает. Офигенно! Я точно поимею больше нубов, чем ты! Не торопитесь праздновать, солдаты. Наших патронов надолго не хватит. Будем надеяться, их хватит на время, нужное, чету и игра. Чувак, это жесть похлеще, чем вливание в себя целого галлона спирита. Я после этого два месяца в больнице провел. Так точно, братан. Игрок, мы можем с помощью этих компов найти твоего отца и прода? Так если мы хотим отключить остальных ботов, нам нужно туда, да? Сможешь ее найти? Черт! Сколько их еще там? В чем дело, ну, Битва? Смерть тебя утомила? Черт, ас-2! Человеческий поляритель. Похоже, что есть движение в туннелях. Ты знаешь, что делать. Отправить маму футбол в кемер-ад. Ёшкин кот, ты хранил эту штуку дома, Кортес? Си, красавица, не так ли? Класс! Слепи с пазмой. Цитату сперва, гадина. О-оу. Что такое? У нас проблемы. Как продвигается, что он думает? Все хорошо, сэр. Они не смогут долго сопротивляться. Превосходно. В чем дело, доктор Свинк? Вы выглядите встревоженно. Я надеюсь лишь на то, что никто не повредит прототип. Он очень дорог. Понимаю. Сэр, что ты не делаешь? В чем дело? О, нет. Он здесь. Да протодип здесь. Что? Игрок пришел домой? Он всех убивает. Стреляйте в него. Стреляйте! Похоже, что ваша игрушка выкинула фокус. Все становится интереснее. Матронс, возвращайся в дом. Актики отрежут. Я работаю над этим. Здесь какой-то группа лукой попахивает. Я думал, ты именно так любишь, дружи. Элис? Что тебя так задержало? Снова потерялся? Эй, дружи. Это было всего один раз. В дом. Они прорываются внутрь. Всем отступить в гаражу. Парни, отходите. Я здесь сам справлюсь. Нет времени на споры, Троус. Просто иди, я прямо за тобой. Матронс, идем! Только не так! Угроза взрыва. Комната в конце коридора? Да, конечно. Что бы там ни случилось, братан, Я с тобой. Голову не потеряешь? Ну, не боялся, пока ты не сказал. Я... Я тебя сердечный, игрок. Эй, бездейство! Игрок, Эй, Четт. Как мило, что вы к нам присоединились. Весенка с Петов, Род. Отзови атаку на дом. О, но мы только начали. Видишь ли, я с доктором Сунгом... Ну, игрок, я... Но... Никак нет. У меня есть всего лишь одно... Да ёбаный рот! Валим его, братан! Неужели? Где Элис? Он остался наверху, чтобы выиграть нам брейкер. Э? Который, Элис? А ты как думаешь, Который? Он всего один! Просто я удивлён, братан. Он довольно эгоистичный, Амиго, да? Элис, где ты? Мы должны забаррикадироваться. Элис? Нет. Забаррикадируй дверь, Ахмат! Погоди, мы должны... Его больше нет, Монтроу! Проглядьте, быстро, Ахмат! Все ваши попытки были тщетны. Доктор Сунг. Прости, сын мой. Мы должны тебя забрать. Охрана! Ты был любимцем зрителей, Чэп. Досадно будет видеть Трюсмент. Что? Игрок! Нет! Что он только что сделал? Он изменил код комнаты смерти. Долго мы не продержимся. Они сильны, как ваки. У кого как с патронами? Плохо! Слышь, отстой! Я вернулся к жизни, чтобы снова умереть! Стартирный суслик! Не переживай, Нубито. Мы умрем брутальными. Похоже, что песенка спета, господа. Игрок! Мазь моя! Больше сюрпризов сегодня я не вынесу. Ты откуда черт побери взялся? Грок отправил меня назад. Я... Я не думаю, что он справится. Тогда эти последние выстрелы не должны быть напрасными. Весьма впечатляет. Превосходен в своей работоспособности. Но ты опоздал. Твои друзья, вне сомнений, уже погибли. Позволь нам помочь тебе. Мы можем дать тебе новых друзей. Твое оружие здесь не поможет. Сунг, введите код экстренного уничтожения. Но, сэр, он... Я знаю, что он сделает. Покончим с этим абсурдом. Прости меня, игрок. Код уничтожения Джинкинс Бородавочник Нормандия. Бог мой! Похоже, что он запустил свой цикл самоуничтожения. Видите ли, такой есть только у прототипа. Что ж, дерьмо. Игрок, как ты это сделал? Как ты отменил код уничтожения? И научился, мальчик мой. Научился. Что ж, вот это было разочаровывающе. Похоже, я на сал штаны. Ёшкин кот. Кажется, игрок справился. Это он очень вовремя. О, привет, Элис. Элис? Серьезно? Я б***ь спасаю вашу жизнь, а вы мудаки. Закрывайте меня. Лерой, ты смог подключить законности смерти? Нет, она полностью уничтожена. Я думаю, что игрок мог самоуничтожиться и разрушить их сигнал управления. Его... его нет. Мы все обязаны игроку жизнью. Сожалею, Чет. Он был хорошим солдатом. Я знаю, Вести. Он был лучше всех нас. Я... Я даже не успел попрощаться. Возможно, и не придется. У нас полно их по всему. Да, братан, но это всего лишь пустые корпусы. Они не будут игроком, понимаешь? Однако мы скопировали его ядро. Забыл? Если мы сможем засунуть его в одного из этих ботов, мы можем вернуть игрока. О, б***ь, я люблю тебя, Лерой. Займемся этим. Так, это моя могила? Круто! Да, твои похороны длились секунд 15. Что? Почему? Лерой испортил твой праздник. Кокушонок! Тогда я хочу настоящие похороны. Кэ? Но ты не мертвый. Да, но вы думали, что я мертвый. И все, что я получил, это тупую картинку и фаршивое надгробие. Давайте! Да будет тебе известно, что рамка для картины была весьма дорогой, и денег на краску мне никто не давал. По мне так мертвая отмазка. Я слушаю. Кто-нибудь хвалите меня. Кортес, ты первый. Ахмад как жил, так и помер хвастливым и взрывным. Элис? Хорошо. Ахмад был ничего так, вроде. Он редко действовал мне на нервы, и иногда он был забавным. Но не специально. Я обещал себе не плакать! Кажется, это наименее поврежденная модель из всех, что удалось найти. Возможно, он не все будет помнить. Но со временем память вернется. Врубай, братан! Была не была. Игрок? О, нет! Стреляй в него! Господи, игрок, хватит! Чувак, у меня для тебя целая история. Ты спас наши жизни! Теперь, когда продюсера не стало, похоже, что шоу уйдет к завершению. Но сообщество хотя бы разрешило нам остаться в доме. У меня грандиозные планы на это место. Думаю, что мы действительно можем сделать что-нибудь особенное. Жизнь после шоу весьма хороша, братан. Приезжают тёлки, и мы с игроком отрываемся, как никогда. Должен сказать, что жизнь стала спокойнее теперь, когда поблизости нету продюсера. Но до сих пор, время от времени, всплывает старое соперничество. Миндозе? Извините, я проверял своё новое географическое устройство. Продюсер? О, извините, это записалось поверх моих старых весенних каникул. Чёрт! Я хотел посмотреть на сиськи! Зомби-ахмат! Эээ, я уже с месяц как вернулся. Я тут живу. О, верно. Фу, больше испуга я не вынесу. В чём дело? Никак стареешь, пёс. Как бы не так. Я одолею тебя в любое время, мистер инвалид. Правда? Ещё как правда. Идём и уладим это. Идём! И снова они за старое! Идём, парни! Все снова срутся? Мы когда-нибудь закончим? Знаешь, что-то мне подсказывает, что мы ещё долго будем этим заниматься. Последний вырубает свет! На русский язык перевёл Максим Солодилов. Текст читали. Глеб Мещеряков, Игнатий Колыско, Максим Солодилов, Максим Кулаков, Александр Седых, Ярослав Шалашов, Андрей Корзаченко, Александра Кост и Сергей Быков. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Специально для СтопГейм.ру